Что, друзья, приступаем к наречиям. Наречия – важная часть речи с точки зрения произношения, потому что важно обращать внимание на то, как оканчивается ваше звучание наречий. Будьте внимательны. Первое упражнение. Гроссиармон, териблемон, директомон, официальмон, куажезмон, кохетмон, публикмон, сертенмон, наивмон, конкретмон, дусмон, фьермон, сэшмон, лонгомон, гемон, специалмон, полимон, комодемон, жантимон, бриевмон, абсолютно, франшмон. Будьте внимательны также к особенности прочтения наречий. Так мы не говорим лонгомон, мы говорим лонгомон. И здесь также будет франшмонон. Э не читается и выпадает. Франшмон. Второе упражнение на перевод. Мило улыбнуться. Сурир, gentимон, удобно устроится. С'инсталли комодемент. Дискутер. Франшмон. Репод. Сэшмон. Обеир. Сэшмон. 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 Жентимон. Полимон. Аплель двусomen. Сэшмон. 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 Жерт. Сэшмон. Сэшмон. Сэшмтор м光 прям. Сэшмон. Сэшмон. Третья упражнение. 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 Удивительно скромный. Здесь надо вставить в эти упражнения, любимые упражнения, соответствующие, те же самые, предлагательные, выраженные в форме наречий, естественно, мы говорим о женском роде предлагательных, к которым прибавляется, но для каждого из предложений, 13 предложений этого упражнения. Вы часто приезжаете с опозданием. Он переносил терпеливо его или ее плохое настроение. Он ответил прудемно, ну, бриемно, на все вопросы, который ответил на все вопросы экзаменатуры. Я не могу мне проносить на все вопросы экзаменатуры. Я не могу не высказаться по этому вопросу, я его не знаю достаточно. Он риет, то бриемно, на все вопросы экзаменатуры. Ну, бриемно, все, что стоит здесь. Он риет, то бриемно, но он совсем загадочно смеялся над своими шутками. В Британии, в Британии, в Британии постоянно идет дождь. У меня нету и брием на все вопросы. Мы? Он сладко смеялся над своим ударом. Седан был эгал и бланш, наверное. Зубы его были удивительно ровные и белые. Из-за вергла, шофер проводил прудем. Из-за болезни, шофер, водитель вел машину осторожно. В журнале он комманты брюямо сэфэ. Газеты шумно обсудили эти факты, комментировали эти факты. Мой брат бегло говорит на трех языках. Он слушал меня. Листая небрежно журнал. Перевод. Он постоянно ошибался. И ле се тромпе констамент. Надо действовать осторожно. И в clown heел. И надо действовать удиемно. Этот ребенок читает уже довольно бегло Этот ребенок лит уже довольно аккуратно. Он терпеливо ждал с моей очереди. Он ждал, он ждал постоянно. Он ждал. Она удивительно похожа на свою мать. Она тянет эмоционально с моей мамой. Он вышел из машины с шумом захлопнул дверцу. Я считаю, что они недостаточно компетентны. Он злопосматрил на меня и вышел из комнаты. Эта сцена повторялась часто. Они по-разному реагировали на то, что происходило вокруг них. Он реагировал разно от того, что спасло. Он пылко защищал своего друга. Он всегда одет очень элегантно. Впрочем, это не имеет значения, небрежно добавил он. Впрочем, это не имеет значения, а он добавил неглижем. Он был удивительно приятный и сердечный человек. Он расчетный человек, успех, здоровый и cordial. Он говорил на четырех языках. Он говорит на четырех языках. Он говорил, буквально, четыре языка. Повторение в моем учении постоянно говорило нам. «La répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Nous répétait-il souvent, constamment. Эти слова пишутся одинаково, но произносятся по-разному. Ces mots s'écrivent de la même manière, mais se prononcent différemment. «Malgré tout, il continuait patiemment ses recherches. » « Cette expression, sans plouer fréquemment la langue courante. Теперь о степнях сравнения на речи. Очень забавное правило и перевод первое упражнение. Иногда он делал ему замечания, но чаще всего он не говорил ничего. Какой рассказ вас заинтересовал больше всего? «Quelle histoire вас заинтересовало больше?» Правда, это не очень удобно, но это лучше чем ничего. «C'est vrai, que cela n'est pas très комод, mais c'est mieux que rien. Я хочу поговорить с человеком, который знал лучше всех этого поэта. Je veux parler avec cette personne, qui connaissait le mieux ce poète. Выражение его лица удивило меня еще больше, чем его ответ. L'expression de son visage m'a surpris encore plus que sa réponse. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Вы знаете так же хорошо, как и я. Pourquoi ты мне это вопрос?» «Ты знаешь, что я так же хорошо, как и я.» «В этом году мы видим еще меньше. Cette année, он se voit encore moins. Сегодня я чувствую себя немного лучше. Aujourd'hui, я me sens un peu mieux. Он старался обращаться к ним как можно меньше. Он願 steak к ним как Мне кажется, они могли бы сыграть лучше. Мне кажется, они могли бы сыграть лучше. int Deathmaster «…» «Предупредите их как можно скорее». «Предупредите их как можно скорее». «Надо закончить эту работу как можно быстрее». «Ей, ФО ФИНИР, СОЙ ТРАВАЙ ЛЮ КЛЮ ТО ПОССИБЛЬ». «Приезжайте как можно раньше, у вас еще, у нас еще много дел». «Арривайте, ЛЮ КЛЮ ТО ПОСИБЛЬ». «НУ ЗАВАН ОНКОР БОКУ А ФЕРЬ». «Так как я был немного простужен, я сел как можно дальше от окна». «ПУЮСКЕ ЖЕТЕ АН ПО ГРИПЕ, ЖЕ МЕ СУЙ ЗАСИ ЛЮ ПЛУ ЛОВАН ПОССИБЛЬ ДЛА ФНЕТР.» Забавное правило, чем больше я об этом думал, тем спокойнее я остановился. Перевод. «ПЛЮ ЖЕ ПАНСЕ А СІТЬ ИСТОР, ПЛЮ ЖЕ ПАНСЕ А СІТЬ ИСТОР, МОН ЖЕ КРОЙЕЙ». Чем больше я думал об этой истории, тем меньше я в нее верил. «ПЛЮ ЖЕ ПАНСЕ А ИРА, МЮЮ СЮ СРА». Чем быстрее это пойдет, тем лучше. «ПЛЮ ЖЕ ЛЮ ПАНСЕ А СІТЬ ИСТОР, ПЛЮ ЖЕ ЛЮ ПАРЕССЯ МИСТЕРЮЗА». Чем больше он думал об этом деле, тем больше оно ему казалось загадочным. «ПЛЮ ЖЕ ЛЮ КУЗИНЕЙ, МОН ЛА СУПЕ БОННО, ДИЛЮ КРОВЕРБ». «Чем больше поваров, тем хуже суп», гласит в пословице. «ПЛЮ ЖЕ МЮ РИТАИ, ПЛЮ ЖЕ ЛЮ РЕПОДЕЙ КАЛМЕМЕН». «Чем больше я раздражался, тем спокойнее он мне отвечал». Теперь перевод, разумеется. «Чем больше я думал об этой истории, тем более невероятной она мне казалась. «ПЛЮ ЖЕ ПАНСЕ А СІТЬ ИСТОР, ПЛЮ ЖЕ ЛЮ ПАРЕССЯ ИНВРЕССАМБЛАБЛЕ». «САМБЛАБЛЕ», да? «ИНВРЕССАМБЛАБЛЕ». «Чем меньше я его вижу, тем я спокойнее». «ПЛЮ РАРМАН ЖЕ ЛЮ ВОЮ, ПЛЮ ЖЕ СУИ КАЛМА». «Чем раньше вы приметесь за работу, тем скорее вы освободитесь». «ПЛЮ ТОВ ВУ МЕТТЕЙ ОТРАВАЛЬ, ПЛЮ ТОВ ВУ СРЕЙ ЛЮБР». «Чем сложнее было задачи тем доволен был». «ПЛЮ ЛАТАШ ЭТЕ ДИФИСИЛЬ, ПЛЮ ИЛ ЭТЕ ПЛЮ КОНТЕН, ПЛЮ ИЛ ЭТЕ КОНТЕН». «ПЛЮ ЛАТАШ ЭТЕ КОНПЛЕКС, ПЛЮ ИЛ ЭТЕ КОНТЕН». «Чем больше я работаю два минуты меньше понимаем». «ПЛЮ ЖЕ ПАНСЕ, МОВАЙ ЖЕ КОНПРАНД». «Чем больше я его знаю, тем больше я его уважаю». «ПЛЮ ЖЕ ЛЮ КОННЕ, МЮЮ ЖЕ ЛЮ РЕСПЕКТ». «Чем больше мы на них смотрели, тем больше они нам нравились». «ПЛЮ НУ ЛЕ РЕГАРДИОМ, ПЛЮ ЗИЛЬ НУ ПЛЕЗИ». Это теперь сравнение. Вот у нас ситуация, когда мы говорим о предлагателях и о наречиях. В их сравнительных степенях, когда они по-русски одинаковы, французские, они по-разному будут, разумеется, переводиться. И французы часто тоже это сливают воедино, но мы проведем разницу. Четверто упражнение, я говорю по-немецки хуже, чем по-английски. «Je parle en allemand, ПЛЮ МАЛЬ КОННОГЛЕЙ, он НИ ЛЮЧЕ И НИ ХУШЕ ЧЕМ БОЛЬШНСЬ ТО ВОТ ВЫ ИДУЗИИ». «ИЛЬ НЕ НИ ПИР, НИ МЕЛЬЮ КЕЛА МАЖОРИТЕ ДЕТЕ ЗАМИ». «ЧТАЙТЕ ЛЮЧЕ». Я знаю, что здесь «больших книг». «КАЛЮЛЕ МЮЮ», «ЖЕ СЕЙ КИЛЬ Y ОНА ПЛЮСЬ, ЛИВЫ». «У МИНШЕ ЗАМЛИ». «ЛА ЛЮНЕ Е МОИМ ГРАНДЕ КЕЛА ТЕРР.» «ТЕПЕРЬ Я ТРЕНИРУСЬ ЕЩЕ МИНШЕ». «МЕЛЬ ДУНАН, ЖЕ МЕНТРАННОЕ ЭНКОР МОИН». «МИ КАЖТЕ ЧТО СТОЛ У АКНА БОЛЬШЕ». «ЛЬ МЕ СЕМБЛЕ КЕ ЛА ТАБЛЕ КЕ И ПРЕД ЛА ФНЕТРЕ И ПЛЮ ГРАНДЕ». «СтАЛЕЙТС ЛУЧШЕ ПОЛИЗНСИТ НА САВЫЙ ЗУКЕ». «ТАШЕ ДУ МЮЮ ПРОНОЦЕ ЛЕ СОН НАЗАЛ». «ВТАРАЙ ЧЕС ФИЛМ ЛЮЧШЕ ПЕРВЫЙ». «ЛА ДЕУЗИЕМ ПАТИ ДУ ФИЛМ Э МЕЙЕР КЕ ЛА ПРЕМЯР.» «ЛА ЗЕМБЛЯ БОЛЬШЕ ЛУНИ НО МЕНЧШЕ СОНСА». «ЛА ТЕРЕ И ПЛУ ГРАНДЕ КЕ ЛА ЛЮН, МЕММЕН ГРАНДЕ КЕ ЛЕ СОЛЕЙ». «Сегодня я чувствую себя хуже ЧЕМ ВЧЕРА. «ОЖЕРДУЙ, ЖЕ МЕ СЕНС ПЛУ МАЛЬ КИЕР». «ЕВЖО, ЧТО ВЫ УЖЕ МЕНЬШЕ ИТЕРЕСОВИТЬ СЯТИМ ВОПРОСМ». «ЖЕ ВОИ КЕ ВОИ КЕ ВЫ ВУЮ ИНТЕРЕССЕМ МОИ». «ЖЕ ВОИ КЕ ВОИ КЕ ВОИ ВУ ИНТЕРЕССЕМ ДЕЖА МОИ А СЕТЬ КЕСТИН». «Сегодня я ПАГОДЕМО». «ЩЕ КУЖ ЧЕМ ВЧЕРА. «ОЖЕРДУЙ, ИЛЬ ФЕ АНКОР ПИР КЕЙЕР». «У НЕ ВО БОЛЬШЕ САБОДНО ВРЕМНИ, ЧЕМ У МЕНЯ». «ИЛЛА ПЛУС ДЕТАН ЛИБРО КЕ МОИ». «ВАЗМИ ЭТО КАРЗИНО, НА БОЛЬШЕ». «ПРАНСЕ ПАНЬЕ КИ ЛИ ПЛЮ ГРАН». «Я СИТАЮ, ЧТО ЕГО ШАНСЫ ЛУЧШЕ». «ПРАНСЕ КАРЗИНО, НА БОЛЬШЕ». «КОФЕЙНЫЕ ЧАШКИ МЕНЬШЕ ЧАЙНЫХ». «ЛЕ ТАССА КАФЕ СООМ МОИ ГРАНДЕ КЕ СЕ ЛАТЕ». «Ну и что, соответственно, ЕЩЕ ОНА СИТУАЦИЯ». «И мы переводим, обращая внимание, как оно совершается в переводе с русского на французский, и разделяя вновь прилагательное и на речи, но уже в зависимости от того, именно часть этого усказываемого ли это будет, или на речи, которое будет представлять собой обстоятельство образа действия при глаголе «сказываемый». «Переводим». «Пятое упражнение. Ты увидишь, что это очень легко». «Ты увидишь, что это очень легко». «Вы его легко найдете». «Вы его найдете легко». «Это кресло очень удобно». «Се фота виќи ет гре комоде». «Он да стрео fuerц овоёна огня я засну. «Илллл с бадестэ лэ комодэule привет, peroubernetes я moderate драйву, и сета одурмэ. » «Тогда мне ешо неясно». «Сла не мэ панкоь камрscreen». «Це не пэ аese 엄 коркорр CRISE. «У варезете вашу мысль б rebuild яісне». «Exprimez vos pensées plus clairement!» Все было спокойно кругом. «Тут était calme, tout autour!» Он спокойно отвечал на мой вопрос. Он répondait calmement à mes questions. «Это нечестно, ты обещал мне помочь!» «С'est malhonnête, tu as promis de m'aider!» «Ты должен честно ему сказать, что ты не сможешь это сделать!» «Ты должен ему сказать, что ты не сможешь это сделать!» «Что вы говорите очень серьезно!» «Что вы говорите очень серьезно!» «Заимись серьезно тем вопросом!» «Оккупь-то серьезно!» «Считается, что он обвинен не справедливо!» «Тут люди думают, что он был не справедливым!» «Был бы не справедливым!» «Это бы не справедливым!» «Это объясняется очень просто!» «Сла с'explique très facilement!» «Все это не так просто!» «Тут сла не па си фасиль ке са!» «Тут сла не па си фасиль ке са!» Voilà!